В этой братской могиле на всехсвятском кладбище Тулы нашли свой последний приют девять бойцов, героически погибших в деревне Верхние Пресады. Историю их неизвестного подвига по крупицам собирал поисковик Михаил Красиков. Общался с местными жителями, изучал карту местности. Дорога привела к заброшенному на окраине деревни Оврагу. В декабре 41-го там стояли немцы. Бой с ними и должны были принять советские солдаты. Там церковь у них была старая, стоял пулемет на церкви. И шли наши ребята, и никто им не предупредил их, и их всех расстреляли. В итоге, как оказалось, мы нашли эту яму, нашли это погребение. Глубина была, естественно, большая. И их, со слов местных, крюком сносили в колодец и туда сбрасывали, дабы была зима и не было возможности выкопить какую-то яму. Имя одного удалось установить по медальону. Это Григорий Федорович Лупин. Красноармейец 69-й бригады внутренних войск НКВД 156-го полка. Всего в том бою погибло 20 человек. Останки 11 пока не найдены. Для нас с вами дело чести и долга проводить последний путь с почестями, с воинскими. Как подобавить настоящим героям тех, кто победил, кто не сдал ни клочка своей родины. 156-й полк 41-го освобождал 24 населенных пункта под Тулой. За этот подвиг он награжден орденом Красного Знамени. Более 50 солдат и офицеров получили ордена и медали. Поисковые мероприятия мы проводим в течение всего года. И декабрь, и январь, февраль, и март. В этом году, в принципе, год оказался удачным. Это Новомосковск, Морковщино, Киреевского района. Это Дубки, это Арсеньевский район 8 человек, это Ясногорский район 9 человек. И в Арсеньево, и в Ясногорске, в принципе, уже установили по одному человеку. И поиски эти продолжаются. Специалисты изучают архивы. По их подсчетам, непогребенными остаются полторы тысячи тульских бойцов. На Всехсляцком кладбище в двух братских могилах покоятся останки порядка трех тысяч солдат и тружников тыла, защищавших город во время Великой Отечественной войны. Галина Гуркина, Вадим Рыженков, Алексей Чичвадзе, Первый Тульский.